Лунгипасская молодежь показала красоту и силу патриотического творчества на отборочных турах фестиваля «Виват Россия». На протяжении недели порядка 400 конкурсантов состязались за право оказаться на главной сцене города. В Лунгипассе конкурс проходит уже в 21 раз. С каждым годом количество участников растет. Даниил Аздоев, несмотря на свой юный возраст, выступает на фестивале третий раз. Говорит, что этот конкурс для него особенный. Вообще выступать – это уже как бы не хобби, а настоящее дело мое. Поэтому именно «Виват Россия» я всегда выступаю. И когда я пою, я чувствую в себе такую, не знаю, даже любовь к этой песне. И слушаю, чтобы людям это нравилось. 15 ярких номеров подготовили творческие коллективы города. В них вошли сольные певцы, дуэты и группы, а также хореографические и вокально-инструментальные ансамбли. Конечно, задействовано ребят очень много, хотя и 15 номеров, но коллективы танцевальные многочисленные, до 25 человек. Сюда мы включили и победителей в номинации хоры, юниоры, профессионалы, что очень отрадно. Ну и завершается наш гала-концерт награждением. Ребята с помощью танцев и музыкальных композиций смогли передать зрителям весь трагизм Великой Отечественной войны. Концерт, ну, душевный, это мягко сказано. Еле сдерживал, чтобы не, так скажем, скупая мужская слеза, чтобы не прокатилась по лицу. Ну, очень воодушевляет и прямо эмоции зашкаливают. Концерт, это вообще, это мероприятие Великой Отечественной войны проводится уже 21-й раз. И каждый раз ребята показывают все свое, что они знают о своей родине. Все, чему они научились за этот год и каждый год, звучат новые песни. Естественно, что это очень здорово. Мне все понравилось. Ребята хорошо выступили, очень. После выступления участников 21-го военно-патриотического фестиваля конкурса «Виват Россия» началось награждение победителей и призеров. Все участники получили дипломы и памятные призы. Сара Тураева, Тимур Дегангиров, Наши города.